Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чём в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдёт о приговоре Саши Скочеленко и о требовании Минюста признать экстремистским так называемое международное движение ЛГБТ. На прошлой неделе суд в Петербурге вынес приговор художнице Александре Скочеленко. Художественную акцию с заменой ценника в супермаркете на антивоенные листовки российское государство оценило в 7 лет колонии. Несоразмерность наказания и того, что российское государство посчитало преступлением, поражает, пишет юрист Алхас Абгаджава. За что можно получить 7 лет в нашей стране? За разбой можно, за крупные хищения можно, можно за взятку, можно за тяжкий вред здоровью, можно за пьяное ДТП со смертельным исходом. А за что молодую девушку? За ценники в магазине, которые она меняла на антивоенные записки. Я не хочу даже вспоминать такие слова, как гуманизм, объективность или справедливость. В сегодняшнем решении суда просто нет даже запаха права. Вот цена свободы слова. Убийцы в России проводят за решеткой меньше времени, отмечает публицист Илья Вайцман. Государство, в котором за антивоенные ценники дают 7 лет концлагеря, как сейчас врезали Саша Скочеленко, что больше, чем за нормальное пьяное убийство, террористическое государство. Впрочем, кто в этом еще сомневался после публичных обнимашек с упырями из Хамас? Один из самых вопиющих недавних случаев, когда убийца вышел на свободу досрочно, вспоминает оппозиционный политик Дмитрий Гудков. На канале Ищем выход. Это происходит на фоне другого случая. Когда, я уже забыл фамилию этого убийцы, девушки, жесточайшим образом убивал девушку несколько часов, резал ее по кусочкам. Извините за такие подробности. Он получил 17 лет тюрьмы, а потом он уже был призван для участия в специальной военной операции. И вот прошел год, и Путин подписал помилование. То есть человеку, который девушку резал по кусочкам. Это просто как бы вот у меня до сих пор, несмотря на то, что я уже привык ко всем этим жестокостям нашего, так сказать, кровожадного крокодила, но это все равно как-то в голове не укладывается. В каком-то смысле можно сказать, что государство оценило художественный жест с Кочеленко по достоинству и уж точно восприняло его максимально всерьез, пишет в блогах. Понятно, почему эта акция художницы показалась органом настолько опасной, пишет политолог Абаз Галямов. Это только на первый взгляд кажется, что антивоенные надписи на ценниках ерунда. На самом деле это очень креативное решение, с помощью которого Саша смогла вынести политику в принципиально новую и прежде для нее недоступную консюмеристскую среду. Да, она сделала это в масштабах всего лишь одного магазина, но идея показалась властям настолько опасной, что они решили зарубить ее на корню, чтобы другим не повадно было. Это и есть то, чего власти боятся больше всего – креатив и политизация. Приходит обыватель в магазин молока купить, а там политика, причем не подконтрольная властям. Именно такие вещи предшествуют революциям. Именно они способствуют росту ощущения, что антивластные настроения ширятся и крепнут, проникают туда, где их раньше отродясь не было. Теперь понятно, почему такой приговор. Публицист Леонид Радзиховский считает, что российское государство волнует только те проступки, которые бросают вызов системе. Остальное, даже кровавые убийства, ему глубоко безразлично. Государство беспощадно, беспощадно карает тех, кто вступает в конфликт с этим государством. И государству абсолютно наплевать на тех, кто вступает в конфликт с дерьмом, то есть с обычными людьми, с подданными этого самого государства, с ничтожествами, с подданными этого государства. Ну, допустим, эта девушка в магазине толкнула бы какую-то женщину, и та бы женщина, допустим, упала и сломала бы себе шейку бедра или еще какую-нибудь кость. Ну и что? Ну и что? Ну год. Да какой-то там год. Суд, адвокат, случайно, не хотела, непредумышленно, тудыть-сюдыть вообще ничего, ну условный срок. Все. Но она наклеила бумажку. Она наклеила бумажку. И эта бумажка нанесла урон отнюдь не людям, пропадя не пропадом дерьмо собачье. Она нанесла урон государству. Все. Семь лет. Скажи спасибо, что не восемь, что не десять. Да, ты никого не убил, никого не обокрал, ничего. Ну и что? Это по твоей системе ценностей. Важно, что ты кого-то убил, изнасиловал, избил, обокрал, обманул. Так это твоя система ценностей, она никому не нужна и не интересна. А у государства другая система ценностей. Приговором российской власти называет это дело оппозиционный политик Лев Шлозберг. Этот приговор символический ценник вседействующей системе российской власти. На этом ценнике бесчеловечность, слезы, отчаяние, бессилие, жестокость, пытки, кровь, бесправие и варварство. Все оставили свои следы, все подписались, все вляпались в эту безумную историю. Сегодня не финал, сегодня очередной и, скорее всего, не последнее дно бессовестности и бесстыдства. В этом деле отразилась, как в зеркале вся сегодняшняя Россия, говорит на своем канале журналист Игорь Яковенко. Весь этот процесс, чудовищный процесс над Сашей Скочеленко, весь этот приговор и вот эти портреты на фоне этого процесса, портрет самой Саши, светлой, умной, яркой, портрет человека, который не боится и который считает, что то, что происходит в Украине, это чудовищное преступление, которое не может оставлять равнодушным никого. Это портрет человека, который поступает по совести. Это портрет яркого, талантливого человека. На этом же фоне, на фоне этого процесса портреты эксперта-филолога, который пострадал за то, что она сказала правду. Портрет следователя, который уволился, потому что он не мог участвовать в этом кошмаре. Это портреты людей, которые приходили поддержать Скочеленко, в том числе и режиссер Сокуров, который тоже там был, и другие люди. И это портреты государства. Это портреты, прежде всего, прокурора. Это портрет судьи. И это портрет глубинного народа в лице вот этой вот пенсионерки-доносчицы. Вот это вот портрет того, что происходит, что из себя представляет сегодняшняя Россия. И приговор Саши Скочеленко – это, вне всякого сомнения, приговор России. Следователь по делу Скочеленко не выдержал и уволился с работы. Однако судья и прокуроры оказались людьми более крепкими. Многие выражают надежду, что когда-нибудь кара постигнет и их. Александра Астахова. Если честно, сегодня у меня нет ни сил, ни слов, чтобы выразить свое отношение к этому суду. Скажу одно. Из многих процессов, на которых я бывала, этот худший. И первая прокурорша Никандрова, и сменивший ее молоденький прокурор Гладышев, и судья-садистка Демяшева, и ее секретарша, и конвоиры – все это первые ученики этой системы. Люстрация лучшая, что может с ними произойти в будущем. Она маловероятна не потому, что я не верю в перемены. Верю. Просто в их случае, в правовом государстве, дело ей не ограничится. Виктор Шандерович. В связи с приговором Саши Скочеленко, 7 лет лагерей, я думаю, даже не про судью Демяшеву, отрезанной ломоть, а про пенсионерку Баранову, которая на Сашу донесла, потому что не могла видеть этой мерзости. Рада ли она приговору? Если да, то какой ад там в этой душе? Если нет, начала ли понимать хоть что-нибудь, хотя бы сейчас? Ответы на вопросы Шандеровича можно найти в интервью, которое 76-летняя Баранова дала изданию «Бумага». По словам пенсионерки, она гордится тем, что написала заявление в полицию и заодно возмущена тем, что ее называют доносчицей. В то же время она была удивлена строгостью наказания. За бумажки можно было бы, конечно, и поменьше, говорит она. Никакого общественного резонанса по поводу приговора Скочеленко незаметно, отмечает Сергей Медведев. Самое страшное в деле Скочеленко – будничность террора и привычность равнодушия общества. Пять ценников теперь как три голоска. Но в этом нет ничего удивительного. Большинство россиян знать не знают, что в стране прямо сейчас сотни людей подвергаются преследованию за слова и мнения, отмечает журналист Денис Камалягин на канале «Псковская губерния». Мы не знаем общий объем репрессий в России. Про историю со Скочеленко не рассказывают федеральные каналы. Вряд ли их обсуждают отряды Путина у себя на лавочках, сидя перед домом. Большинство людей для них нет этой истории. А значит, для них нет репрессий. История с Александром Скочеленко, слава богу, получила резонанс. Во многом потому, что она из Петербурга. А если вы из Ижевска, а еще хуже откуда-нибудь из Пискович, никто о вас не вспомнит. Дай бог, какой-нибудь региональные медиа или федеральные медиа подхватят вашу историю. А так никто не знает. Никто не знает о сотнях, я уверен, что это уже сотни дел политических. Репрессия, может, уже даже не на тысячи идет. Никто особо, кроме там нескольких проектов типа ОВД «Инфоя», не рассказывает об этих историях постоянно для того, чтобы вы ужаснулись от того объема политических репрессий, которые происходят на самом деле. И от того количества доносов, которые сейчас происходят в России. Доносчики, силовики и судьи – только винтики в системе, пишет экономист Константин Сонин. «Преследование женщин за их выступление против войны и за мир, которая резко усилилась в последние месяцы, это не просто результат деградации государственной власти в России. Это последовательная политика по усилению контроля над обществом с единственной целью – удержание власти Путина и его ближайшим окрушением. Все эти безумные сроки, содержание в тюрьме за антивоенные стихи, аресты, обыски, пытки в колонии – все это часть жестокой борьбы за удержание власти». Из выдающихся речей, произнесенных российскими оппозиционерами в судах, накануне вынесения жестоких приговоров, уже можно составлять полноценную книгу. И последнее слово Саша Скочеленко займет в ней достойное место. Скочеленко считает, что нужно быть милосердной и идти на компромиссы. «У меня нет врагов. Я не боюсь остаться нищим. Не боюсь потерять крышу над головой. Я не боюсь оказаться странной, уязвимой, слабой, смешной. Я не боюсь быть непохожимыми. Возможно, именно поэтому мое государство так сильно боится меня и меня подобных, раздерживает меня в клетке из-за опаснейшего зверя. Но человек человеку не волк. Просто злиться друг на друга из-за радостности позиций легко. А вот любви друг друга понимать, принимать, выслушивать, приходить к компромиссам – ой, как непросто. Так невыносимо, трудно, что порой это кажется невозможным. Такие моменты – насилие, давление, запугивание – ощущаются как единственное дух. Но это не так. Необходимо учиться любить друг друга, поступать на уступок на новосердие, прощать, садиться за стол перед забором, мириться в другую, приходить к компромиссам. К сожалению, суд остался к этому абсолютно глух, пишет журналист Андрей Лошак. Из этих последних слов политзаключенных складывается летопись путинской России. Ничего светлого от нее не останется в истории, кроме этих речей. И речи, к сожалению, нужны только для этого, чтобы сохранить для потомков чувства и мысли лучших людей страны. На маникюренных судей и прокуроров эти пронзительные, переворачивающие душу слова производят примерно такое же впечатление, как бисер на свиней. Скочеленко провела полтора года в СИЗО и теперь будет отбывать срок в колонии, несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, напоминает журналистка Лиза Нестерова. Сашу Скочеленко отправили в колонию на семь лет. Немного математики. Саша чуть больше полутора лет в СИЗО. День в СИЗО считается за полтора дня в колонии. Значит, вычитываем из срока чуть менее трех лет. То есть еще более четырех лет в колонии. После апелляции Саша окажется на этапе, без лекарств. У нее целиакия, врожденное антииммунное заболевание, порог сердца, ПТСР, биполярное расстройство и кисты в обоих яичниках. Лекарства ей нужно принимать строго по часам. Но даже оказавшись в колонии, она не сможет сразу их снова принимать. Ей придется пройти длинный процесс согласования приема лекарств с администрацией ИК. То есть без медицинской помощи она останется в лучшем случае на несколько месяцев. С вами Аля Пономарева и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые важные и интересные сетевые дискуссии. Российское министерство юстиции обратилось в Верховный суд с иском, требующим признать экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретить его деятельность на территории России. Блогеры интересуются, что же это за странное явление – общественное движение ЛГБТ. Андрей Никулин. Если, как мы только что узнали, существует международное общественное движение ЛГБТ, которое у нас хотят признать экстремистским и запретить, то у него должны быть и структура, и иерархия, и некие прописанные идеологические и уставные документы. Кто ответит на эти прекрасные вопросы? Кто будет рисовать на листах иерархическую вертикаль от главгея и ниже к руководителям региональных ячеек? Где те священные гейские скрижали, на которых неофиты, желающие вступить в организацию, должны присягать? Какие тайные и мрачные обряды они проводят? Как в движении проводятся выборы и решаются самые насущные вопросы? Скажем, модный цвет волос в этом сезоне. Есть ли у движения боевая организация? Из кого она состоит? Каковы в движении взаимоотношения между фракциями геев, лесбиянок и трансвеститов? И кто в данный момент контролирует в нем руководящие органы? И самый главный вопрос – где и как они вербуют новых членов? Понимаю все возможные аллюзии. Какое огромное и богатое пространство открывается, и сколько народу озолотится в разработке неожиданно найденных экстремистов? Многие комментаторы считают, что все объясняется просто. На носу выборы, и нужно как-то сплачивать электорат. Говорит на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев. Видимо, в администрации президента надеются, что такие смелые и решительные шаги по борьбе с главной угрозой современности сплотят россиян и заставят их охотнее голосовать за Путина. Ведь это только он спасает их и их детей от полного тотального развращения. Я так подозреваю, что большинству россиян бы больше понравилось, если бы к выборам им продемонстрировали какие-то созидательные успехи. Ну, скажем, если бы поднялся уровень жизни, выросли доходы, построили какие-то важные инфраструктурные объекты или совершили научно-технические прорывы. Но все ресурсы съела война, начатая Путиным. Так что они там решили просто запретить ЛГБТ. Стоимость решения 0 рублей 0 копеек. Удобно, а людям понравится. И в следующий раз, когда россиянин получит зарплату, а потом придет в магазин и посмотрит на цены, он может выдохнуть и сказать, ну, зато у нас теперь нет ЛГБТ. Такую же оценку можно увидеть и у других комментаторов. Публицист Анатолий Несмеян. Да, в общем-то, и сомнений особых не было. Власть может объединять теперь только на одном поле, поле ненависти. Никакой созидательной повестки у нее нет, а имитировать единство как-то надо. Поэтому в ход идет создание образа врага. Какая-то умная голова предложила, а давайте сегодня будем ненавидеть геев. И все тут же взяли под козырек. То, что не существует в природе организации под названием ЛГБТ, вообще никого не смущает. Надо – нарисуем. Надо – сами напишем устав и выберем руководство. Вот его и будем гнобить и натравливать на него население. А что не так-то? Нет ничего проще, чем травить тех, кто чем-то отличается от других, отмечает Виктор Шендерович на канале «Живой гвоздь». Человечество легко находит поводы для ксенофобии, потому что обнаружение различия требует меньшего интеллекта, чем обнаружение сходств. Чтобы нам с тобой догадаться, что мы принадлежим к одному роду человеческому, надо к нам присмотреться. А чтобы увидеть, что мы разные, даже не надо всматриваться. Ну, разные же. Это видно. Я вспоминал, как в армии, в советской армии, в Забайкальском военном округе, в 1981 году краснопогонники были чернопогонники. Ну, в учебке красной погоны, в войсках черной. И мы переходили, я перешивал несколько раз погоны, и каждый раз получал за это врыло. Потому что краснопогонники должны бить чернопогонников и наоборот. И я, бывший краснопогонник, перешивал погоны в черный, по приказу, переходил в другую часть. Да? И получал врыло от бывших товарищей. Потому что я стал врагом в этот момент, когда перешил погону. Почему? Даже не спрашивай. Просто человек, человек очень легко находит врага. Возвращаемся к ЛГБТ. А тут ведь очевидно другой. Не просто другой, а настаивающий на том, что он имеет право быть другим. Это раздражает. Это раздражает ксенофобское, маленькое сознание, маленький мозг, в котором мир поделен на клеточки, на своих и чужих. Это раздражает. Для того, чтобы это сознание сменить на сознание, более веселое, живое, видящее общность, восьми миллиардов людей, при всем различии, социальном, национальном, религиозном, таком-секом, да, гендерном. Для этого нужен некоторый уровень интеллекта. Это работа, которую надо вести с детьми, да, с самого начала. Чтобы для человека, как, в общем, более-менее в современном, более-менее в современном мире, было, многоцветие было нормой. Это такая норма свободного мира, что мы разные. А норма, так сказать, архаичная, в архаике мы все должны быть одинаковые. Одинаковые. Какие одинаковые? Это уже второй вопрос. Все в красных шафиках Спартака, или все гетеросексуальные, да, или все за Путина. Это уже второй вопрос. Мы должны быть одинаковые. И это абсолютно, вот это и есть архаичный сознание. Ставка на одинаковость. На эту тему существуют и научные исследования, пишет антрополог Александра Архипова. Преследование ЛГБТ можно предсказать. Чем выше уровень авторитаризма, тем сильнее преследование сексуальных меньшинств. Есть историческое исследование Кристи Дэвиса про связь одного и другого за последние 3000 лет. Как только политические удавки затягивались, нетрадиционные для данной культуры сексуальные и гендерные штуки начинали отторгаться. Связь тут не очевидна, но она есть. Авторитарный режим построен на ограничении, в том числе символических границ. Ему нужна мобилизация людей, а для этого нужны общие основания. А сексуальная идентичность – мощная штука, на которой можно много-много чего построить. Мы чувствуем свое единство, потому что хотим заниматься сексом вот таким вот одинаковым образом. Российское исследование 2016 года показывает прямую связь между симпатией, кавтократией и гомофобией избирателя. Чем это может обернуться на практике, рассуждает политический аналитик Игорь Кочетков. Российское государство продолжает создавать воображаемых врагов в рамках своей идеологии русского мира, и традиционных ценностей. Эта идеология становится тоталитарной, то есть не только ее критика, но и отказ ее публично поддерживать становится преступлением. Это все теория, какие практические последствия будет иметь вероятное решение Верховного суда. Первое. Легальная деятельность ЛГБТ-организаций и инициатив на территории России будет невозможна. Тут не должно быть иллюзий. Закрываться, уходить в подполье и работать из-за рубежа – других вариантов нет. К тому шло с 2021 года, и вот пришло. Суперважно. Решение еще не принято, его имплементация, когда и если примут, потребует времени и ресурсов, поэтому и у нас есть время для трезвого планирования стратегии и реорганизации. Второе. Решение Верховного суда, когда и если, опять же, не будет означать криминализации и запрета гомосексуальных отношений. К вашей частной жизни оно не будет иметь прямого отношения. Речь идет об идеях и организованной деятельности, которая противоречит официальной идеологии и не контролируется государством, а не об индивидуальном поведении. Этим происходящее в наши дни отличается от того, что было при советской власти. Требование Минюста, если Верховный суд к нему прислушается, может иметь и другие неприятные последствия. Редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов проконсультировался с юристами и рассказывает на канале этого издания, к чему нужно быть готовым. Самое главное, что грозит теперь людям в России, это демонстрация символики экстремистской организации. Помните, как преследовали, например, сторонников Навального, которого ФБК и прочие его структуры тоже объявили экстремистской организацией. И если у вас, соответственно, есть некая символика, связанная с Навальным, с его политической карьерой, то вас в России могут преследовать, потому что вы экстремист, который показывает вот эту экстремистскую символику. Теперь, соответственно, могут преследовать за саму аббревиатуру. То есть если вы используете четыре буквы, после того, как Верховный суд это примет, все это случится в декабре, по всей видимости, еще в этом году. Если вы используете аббревиатуру четыре буквы ЛГБТ, то и не пишете, что это организация, признанная в Российской Федерации экстремистской. Очень, конечно, веселая жизнь начнется у тех, кто будет на эти темы, там, не знаю, книги издавать или статьи. Так вот, если вы этого не делаете, вас могут преследовать, потому что вы используете экстремистскую символику. И, в принципе, визуальной символике тоже все это касается. По всей видимости, радуга будет вне закона, не зря же ее закрашивали в серый. Ну и, в принципе, все, что МВД сочтет экстремистской символикой, тоже преследоваться будет. Никто точно не знает, что именно является экстремизмом, но они как-нибудь разберутся. И по опыту других экстремистских организаций ясно, что вот если вы в России находитесь и не хотите, чтобы вас преследовали прямо сейчас, а может быть, чуть позже это случилось, вам придется скоро проверить ваши социальные сети и посмотреть, нет ли у вас там радуги. Это очень прискорбная вещь. Но вот так называемые российские законы таким образом, судя по всему, будут работать. Это так называемое длящееся правонарушение. То есть даже если у вас там пять лет назад была опубликована какая-нибудь радуга, вы не подобающие в социальных сетях, все равно после принятия признания ЛГБТ-экстремистским движением вас могут привлекать к ответственности. В первом случае, если вы в первый раз демонстрируете экстремистскую символику и получаете за это наказание, это административная статья, если вы совершаете такое правонарушение повторно, то вас могут привлечь к уголовной ответственности по экстремистской статье, внести в список экстремистов и террористов и посадить в тюрьму на срок до четырех лет. Значит, соответственно, если это вы сделали несколько раз. Я вот, когда про это говорю, я сходу даже не могу понять, с чем это сравнивать. Мы знаем много режимов, которые борются с геями, с лесбиянками и прочими людьми, которые не нравятся местным диктаторам. Но сходу я не могу вспомнить ситуации, когда сама аббревиатура и символика тоже становилась неким поводом для вот такого рода наказаний, такого рода репрессий. Российское государство нашло очередной удобный способ преследовать кого угодно, за что угодно, пишут в блогах. Антон Орех. Для тех, кто еще зачем-то рассуждает о правовых нормах, просто напомню, что в России запрещены движения Колумбайн, движения АУЕ, а теперь будет запрещено не просто движение, а международное движение ЛГБТ. Все три движения не существующие. То есть юридически запрещается то, чего нет. Человека наказывают за причастность к тому, чего нет. По такому принципу наказать могут за что угодно или просто так. Несуществующие доказательства – несуществующей вины. Это же логично. За примерами такого правоприменения далеко ходить не надо. Сотрудник ФБК Руслан Шеведдинов испытал все это на своем опыте и предостерегает других на канале Александра Плющева. По делу об экстремизме ФБК, когда нас признали экстремистами, людей, которые поставили лайк в 2021 году, одного демонстративно схватили и судили, просто чтобы всем было страшно. Сейчас, я думаю, что ЛГБТ-комьюнити ждет какие-то тоже демонстративные посадки, поэтому нужно спасаться этим людям, государство от них не отстанет. Учитывая гомофобию, учитывая человеконенавистнические взгляды российской политической элиты, части этой элиты, часть, мне кажется, вообще жутким лицемерием занимается в вопросах ЛГБТ. Но окей, это все будет, конечно, какие-то чудовищные посадки, чудовищное преследование. Зато просить о политическом убежище теперь будет просто как никогда. Грустно иронизирует Юрий Тимофеев. После 30 ноября для получения убежища в любой цивилизованной стране будет достаточно заявить о своей принадлежности к ЛГБТ. А если фоточку спрайда приложить, то 100%. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин